Здравствуйте, товарищи! У нас с вами осталось два занятия сегодня и следующий понедельник, экзамены будут после 15-го, буду договариваться я с диспетчером и консультация будет перед экзаменом соответственно. Так, сегодня тема идеологии. Так, кто-нибудь может мне ответить на вопрос, что такое идеология? Слово вы слышали многократно, но тоже известное, об известном мы с вами говорили уже, что раз что-нибудь известно, то, как правило, люди не могут ответить на вопрос, что это такое, потому что никто уже и не задумывается над тем, что известно. А что задумываться? Это все же знают, как бы. Поэтому вот вопрос, кто может сказать, что такое идеология? Это некая система принципов, убеждений. Система? Да. Принципов? Убеждений. А принципы знаете, что такое? Ну, социальные нормы, лежащие в основе… Принципы – это социальные нормы. У меня социальные нормы одни, у меня принципы другие могут быть. Правильно не может быть? Что это такое, в принципе? То есть мы куда-то туда уходим, опять к неизвестному атмосферу. Сюда у нас переключение. Да. Потом идеология, может быть, кэшеобразная. А вы говорите «система». Прямо у всех «система». Ну, идеологии к этому стремятся, наверное. А? Ну, наверное, идеологии стремятся к системе. Так. Вот давайте пойдем. Так, простого. Идеология с какого слова? Идеология. А? Идеология. Нет. Лог. Хотя вот у нас был один профессор, я с ним спорил, который говорит «идеал». А ты слово «идеал» с какой? Я говорю «идеология» пишется, не «идеология». Это совсем другое дело. От идеала идеализм получается. От слова «идея». От слова «идея». Вот это правильно. От слова «идея». А что такое «идея»? Вот задача упрощается. Это… А логос? Логия – это что такое? Логос – это знание. Правильно? То есть идеология – это знание об идеях. Или учение об идеях. Или вот если, как вы говорили, система идей. Вот система идей – это идеология. А вот что за система – это предстоит разобраться. Но, прежде чем разобраться с системой идей, надо разобраться с тем, что такое идея. Потому что, если с этим не разобраться, дальше и с системой не разберемся. Идея – что такое? Вот рекламирует «Икеа». Есть идея, есть «Икеа». А в чем у них идея? Продать и деньги получить, с вас срести. Вот и вся идея. Так. Идея – что такое? А что, вы безидейные, что ли, все? Замысел какой-то. А? Замысел. 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 Вот, например, человек, если какую-то пьесу задумал, да? Замыслил. А вы замысел и умысел различаете? Ну, если умысел у меня, это что значит? Намерение что-то сделать. Не просто намерение что-то сделать. Вот про умысел говорят тогда, когда идут речь о преступниках. Такое понятие содержится в уголовном кодексе. Вот если умысел… Удалось вам доказать, что это умышленное убийство, они не по неосторожности. По неосторожности вот вы что-то выбросили и попало кому-то на голову. Это одно наказание. А если это у вас умысел был, специально вы это выбросили, когда человек проходил. Намерение было его убить или повредить. Вот тогда это умысел. Ну, вот как бы мы тогда от идеи перешли к замыслу. А замысел может быть очень сложный. Там не одна идея, а замысел. Сначала замыслил то, то, то и так далее. Правда? Когда мы это не обращаем и не обращаемся к более простому, а усложняем. Что же такое идея? Ну, во-первых, идея – это мысль. Правда? Ну, всякая ли мысль – идея. Вот я, например, сейчас одну мысль выскажу. Беталок белый – это идея? Нет. Пол светло-коричневый – тоже не идея. Погода хорошая – тоже не идея. То есть не всякая мысль – идея. То есть идея – это, конечно, мысль. Но не всякая мысль – идея. И вот таких мыслей описательных. Можно наговорить сколько угодно. Часами можно рассказывать, например, как нам сейчас тяжело. Как сложно жить. Этого нет, того нет, это не получается, это не выходит и так далее. А это нас не продвигает. А что ж такое идея? Вот свежий человек, сейчас она нам скажет. Тут все уже знают, вы только не знаете. Идея – что такое? Идея? Да. Мысль. Она как строилась прямо вот. Идея – это мысль. Любая мысль – это идея. Вот мысль о том, что вы чуть-чуть задержались по уважительной причине – это идея? Ну, пошлите, да. Это идея? Никакой идеи тут нету? Здравствуйте. Да, здравствуйте. А вот если вас не пустить на занятия – это идея будет? Да, определённо. А то, что будет идея? Да, будет. Как идея определяется? Вы правильно ответили. То, чем можно задать вопрос – что сделать? Да, то есть это мысль, отвечающая на вопрос – что делать? То есть такая идея, которая направлена на изменение существующего положения дела. Такая мысль, при реализации которой ситуация будет меняться. То есть мысль, нацеленная, направленная на преобразование окружающего мира, включая и общественные отношения. Поэтому мыслей всяких много, а на самом деле идей, созидательных идей особенно мало. Вот, например, у нас в большое распространение сейчас получили всякие протестные действия. «Я протестую, меня хотят убить, а я протестую. Меня хотят голодом уморить, а я протестую. Меня не отпускают с работы, отпуск не дают, а я протестую. И что? Тут есть какая-то идея, что я протестую? Никакой нету. Что такое протестовать? Это говорить «нет». То есть, а что я буду делать? А это неизвестно. Вот если мы с вами будем против одного чего-нибудь протестовать, а потом все разойдемся в разные стороны. И из этого, так называемого, протеста никакого единое действие получить не может. То есть, если мы все вместе топнем ногой и скажем «нет», и что? Ничего. Это совершенно пустое и никчемное занятие. Точно так же, как, скажем, хорошее вроде слово – сопротивление. «Меня бьют, а я сопротивляюсь. Меня все отнимают, а я сопротивляюсь. Мне не дают. Я, значит, отбираю все, а я сопротивляюсь». Это что такое за действие? Это действие, у кого-то есть идея, у меня что-то отнять, забрать, а я только торможу это действие, правильно? Никакой тут идеи нету у меня. То есть, идея – это мысль, которая нацелена на преобразование действительности. Но мы с вами знаем, что мысли тоже можно классифицировать такого рода. Мысль, нацелена на преобразование действительности, идеи можно классифицировать и соотносить не с и другими идеями, а с интересами людей, с интересами классов. Поэтому можно сказать, что вот эти идеи выражают интересы рабочего класса, вот эти идеи выражают интересы буржуазии, а вот эти идеи выражают интересы мелкой буржуазии. И тогда получается, как вот вы говорили в начале, три системы идей в обществе, в современном буржуазном – идеи рабочего класса, идеи буржуазии и идеи мелкобуржуазии. Ну, что выгодно буржуазии? Понятно, буржуазия получает прибавочную стоимость, эксплуатирует труд рабочих, и поэтому идея ей очень проста – увеличивать капитал. Капиталист есть персонифицированный капитал. Задача капитала – возрастать. Возрастает он за счет эксплуатации труда рабочих. Поэтому система идей буржуазии очень ясная и простая. Все, что способствует возрастанию капитала – все такие идеи являются буржуазными. А все идеи, которые не способствуют возрастанию капитала – не являются буржуазными. Значит, теперь в чем заинтересован рабочий класс? Рабочий класс чем характеризуется? Это такие непосредственно производители материальных благ, которые продают собственникам средств производства что? Свой труд. А? Свой труд. Ну, если труд продают, так за труд дают труд, эквивалент. Тут никакой не может быть эксплуатации, никакой прибавочной стоимости, и ничего не получается. Капиталистам не понравится то, что вы сказали. Если я труд, вы скажете, вот за труд, а в одной форме дайте труд в другой форме. Это вот обычные отношения простых товаропроизводителей. Я делаю корзины, а вы делаете ботинки. Я вам две корзины, вы мне две пары ботинок. И что тут? Какое-нибудь есть прибавочная стоимость, его ни у кого нету. Стоимость в одной форме, товар в одной форме, меняем на товар в другой форме. По стоимости и все. Не труд. Это вот то, что отличает произведение Маркса от того, что писали товарищи Адам Смит и Рикардо. И то, что Маркс вначале писал, вначале он шел за ними, а потом он понял, что иначе мы попадаем в такой заголовный круг, и не можем объяснить наличие эксплуатации в современном буржарном обществе. Значит, продает рабочий не труд, а свою способность к труду или труд в себе. Способность к труду. Вот способность к труду продает на столько часов, насколько установлен рабочий день. И это вот способность к труду или совокупность физических и духовных потенций, которые каждый раз пускается в ход при производстве материальных благ, называется рабочей силой. Рабочая сила – это совокупность духовных потенций, которые пускается каждый раз в ход при производстве материальных благ. И рабочие продают капиталисту рабочую силу. И дальше все идет по законам товарного производства. Раз рабочая сила имеет стоимость. Чему равна стоимость? Стоимость тех продуктов, которые нужно потребить работнику, членам его семьи для воспроизводства рабочей силы. Вот для этого надо посмотреть, сколько для этого нужно продуктов, сколько, значит, стоимость этих товаров. И вот эту стоимость капиталист уплачивает рабочему. И получается вроде как по-честному в том смысле, что вам заплатили за стоимость того, что вы дали. Все. А что касается, что я получу от вашего товара, от использования того, что я получил, я получил возможность использовать в течение 8 часов вашу рабочую силу. Кто определяет, как ее использовать? Вы или я? Я. Я же у вас купил. Раз я купил, да я и распоряжаюсь. Поэтому рабочий неволен на производстве, что бы то ни было там устанавливать, распоряжаться и так далее. Он продал свое рабочее силу, вот вам зарплата и будьте здоровы на уровне стоимости. Но могут и не доплачивать. Это уже другой разговор. А мы будем вот рассматривать тот случай, когда по-честному на основе законов товарного хозяйства. Вы продали рабочую силу, получили стоимость из нее. А это то, что я получил, вас не касается. А я получил вот не только эту стоимость рабочей силы, а плюс еще прибавочную стоимость. Вот этот труд, который эквивалентен стоимости рабочей силы, это необходимый труд. А это прибавочный труд. У меня прибавочная стоимость. Вы хотите, чтобы больше у вас была зарплата? Ну и работайте больше. Тогда будет повыситься стоимость вашей рабочей силы для воспроизводства. Тогда этой рабочей силы нужно будет больше средств. Увеличится вот эта величина. А я применю технические средства. А технические средства позволят это вот количество зарплаты сделать за меньшее время. Количество продуктов в эвалентной зарплате за меньшее время. Вот это называется относительная прибавочная стоимость. Когда не за счет удлинения рабочего дня получается прибавочный продукт, а за счет того, что доля зарплаты продукции сокращается. Вот у нас восьмичасовой рабочий день когда был введен в Россию? Вы в России живете? Когда был введен восьмичасовый рабочий день? В семнадцатом. А? В тысяча девятьсот семнадцатом. В тысяча девятьсот семнадцатом. Сколько прошло с семнадцатого года? Сто один. Сто один год. Как вы думаете, изменилась производительность труда? Значит, стоимость рабочей силы в связи с этим, что с ней случилось? Она понизилась. И вот по расчетам профессора Золотова из Нижнего Новгорода один и Мазура из Невиномыска, доктора экономических наук. За один час сегодняшний рабочий вырабатывает столько продуктов, стоимость которых эквивалент на его заработной плате. А все остальное, так сказать, это прибавочный продукт, соответственно прибавочная стоимость, стоимость этого продукта. Поэтому вы увидите такую интересную картину, что заработная плата у нас реально падает сейчас в России и за последние три года сократилась до уровня девяносто два с половиной процента по отношению к две тысячи тринадцатому году. То есть после тринадцатого года не увеличилось, а реальное содержание зарплаты сократилось до девяносто двух с половиной процентов от уровня тринадцатого года. В то же время за шестнадцатый год доля доходы, нет, количество долларов и миллионеров выросло на десять процентов, количество долларов и миллиардеров на одиннадцать процентов. За прошлый год семнадцатый число людей, которые имеют богатство в сумме пятьсот миллионов долларов и более в России увеличилось на двадцать два процента. Поэтому вот вы скажете, хорошая у нас экономика или плохая? Смотря кому. Правда? То есть если вот вы работаете, рабочие работаете, а если я в доллар и миллионер, ну вот видите, мне все это растет. Хорошо. Причем сейчас бедные и несчастные в связи с санкциями обращаются миллиардеры в государство и говорят, помогите нам. Надо помочь. От стипендий не хотите отстегнуть по сто рублей миллиардерам сдать? Нет? Жадные какие вы, злые. Ну просто если сто рублей отстегнуть, тогда не хватает там проездной и оплаты сотовой связи, а так все идеально. Надо пожертвовать ради наших отцов, наших же хозяев жизни. Так, так вот поэтому на самом деле идеи, они одни идеи выгодны и выражают то, что выгодно одному классу, а другие идеи то, что выгодно другому классу. Вот классы противоположные. То, что выгодно буржуазии, не выгодно рабочему классу, а то, что выгодно рабочему классу, не выгодно буржуазии. Но это не значит, что нет единства в интересах. Единство тоже есть. Например, технический прогресс всем выгоден. Почему? Потому что если производительность труда растет, то можно одновременно повысить зарплату и увеличится прибыль. Почему? Потому что если производительность труда растет быстрее зарплаты, то доля заработной платы в единице продукции сокращается. А раз доля зарплаты в единице продукции сокращается, и издержки производства сокращаются в продукции, прибыль растет. Поэтому технический прогресс позволяет увеличивать прибыль, при том, что зарплату даже можно повышать. Но наши хозяева фабрики заводов, пароходов не используют такую возможность, которая есть. И не будут, наверное, использовать, пока их товарищи рабочие к этому не принудят. Поскольку те же самые капиталисты могут сказать, у вас есть право на забастовку? Есть, есть. Вы его и не используете? Не используете. Это ваше дело. Значит, вам не надо. Вам не нравится повышать свой уровень дохода. А нам нравится. Ну, раз вы не хотите, это дело ваше. Мы вот будем рассматривать, когда у вас будет специальный курс, посвященный социально-трудовым конфликтам и технологиях регулирования, что в Трудовом кодексе имеются две статьи, которые прямо говорят. Одна статья говорит, что государство гарантирует повышение уровня реального содержания зарплат. А чем оно гарантирует? А тем, что вам предоставило возможность. Пожалуйста, боритесь. Ну, если вы думаете, что кто-то вам будет специально приносить что-нибудь. Вот представьте себе, я капиталист. Купил у вас рабочую силу. Купил. Так? Значит, зарплата – это цена вашей рабочей силы. Значит, я кто? Покупатель или продавец? Покупатель. Покупатель. Только сумасшедший же может повышать цену на то, что он покупает. Согласитесь? То есть, если вы будете повышать цену того, что вы продаете, если вы продаете свою рабочую силу, ну, как говорится, что делать? Понятно, что если вы одна будете повышать, я вас заменю на гастарбайтер и все проблемы. Но если вы все договоритесь, то этот номер уже не проходит, и мне приходится покупать рабочую силу по той цене, которая есть. А она стала больше. Ну, а ожидать, вот как сидят люди и ждут, когда нам повысят зарплату. Какой ответ правильный на этот вопрос? Никогда. Никогда. Ну, как может, как вот я могу повысить зарплату, то есть цену на то, что я покупаю. Вы видели таких покупателей? Или, допустим, сидит в ларьке тёсенька, продаёт какую-то продукцию. А раз она продаёт, она, значит, старается цену приподнять. Потом она выходит из своего ларька и идёт пирожок покупать, потому что ей захотелось перекусить. Ей говорят, вот столько. Что такие дорогие? Потому что там сидит другая тётенька, которая тоже продаёт. А эта вот та, которая вышла из своего ларька, теперь она кто? Покупатель. А раз она покупатель, сменилась её социальная роль. Она уже в другом положении. А как покупатель она заинтересована в том, чтобы дешевле продавалась. Поэтому вот материалистический такой подход, историко-материалистический подход обязывает все вопросы, все вопросы, связанные с идеями, связывать с интересами класса. Кому выгодно? Ну, а что касается мелкой буржуазии, это кто? Кто у нас считается мелкой буржуазией? Определение, кто может дать мелкой буржуазии? Вот вы можете дать определение мелкой буржуазии? Не можете? Это маленький буржуй? Нет, это не буржуй. И не буржуй, и не рабочий. Есть такие, их по-разному называют. То средний класс, то самозанятый, как будто то ли стыдно, то ли неудобно, как-то по-разному. Или, допустим, у вас есть свое дело? Как нет? Это что, не ваше дело, что ли, заниматься здесь? Выходите отсюда тогда. Вот, человек, и не приходите на экзамен, если это не ваше дело. То есть, так спрашивают, получается, что это вроде у нас не дело. А у меня есть свое дело? Есть, я преподаю вам. Это не дело, что ли, мое? Это что, не мое дело? Как говорит Михаилович? Вы что, свое дело не делаете? Тут меня вызовут на ковер, скажут, что там такое происходит у вас. То есть, как-то так пытаются все это как-то обтекаемым образом так сформулировать, чтобы не сказать, что это кто такая? Мелкий буржуазий. А кто такой мелкий буржуа? Мелкий буржуа – это мелкий хозяйчик, работающий на рынок. Это точная формулировка. Мелкий хозяйчик, работающий на рынок. А что значит мелкий? У него есть средства производства, но не такие, с помощью которых можно эксплуатировать других людей. У него есть средства производства, которыми он сам что-то делает и потом выносит на рынок и продает. Допустим, вот у него есть производство пирожков. Он пирожки сделал и вынес, у него есть печка. У него есть там необходимое количество противней, ухват, поднос и так далее. И он этим занимается. Или как вот у нас лепешки из тандыра. Тандыр что такое? Печь. А? Печь такая. Ну вот, я думаю, это печь. Это средство производства. Курица. Или курица – это средство производства. Да. У меня, допустим, есть 10 кур. А я, значит, и сам сырое яичко с утра выпил, а потом пошел на рынок и десяток продал. Десяток продал, купил молочка и хлеб. Пошел домой. То есть мелкий хозяйчик, работающий на рынок. Он… Почему? Это важно, что он работает. Если он не выносит на рынок, это называется патриархальное хозяйство. Это не мелкий буржуат. То есть я вылетел, огурчики закатал и потом картошечку отварил. И сижу, скажем, хрум, эти огурчики с картошечкой. Я не мелкий буржуат. А я, значит, вот вынес на рынок и говорю, покупайте огурчики, сам делал, очень вкусные. А вы сомневаетесь. Почему? Потому что если я делаю на рынок для продажи, то не факт, что это хорошее. Почему? Потому что я сам-то есть не буду. Сам я себе другие сделаю, а это для вас. Как вы думаете, если я для себя делаю, буду я палевое масло туда вставлять вместо молочного жира? Не буду. А для вас, если я делаю? Ничего, скушаете пальмовое масло, ничего с вами не будет. Оно не сильно безвредное. Оно просто бесполезное. И в пять раз дешевле, чем молочный жир. Поэтому вам какое-нибудь, допустим, масло кремлевское продают. Спрет. Кремлевское – это что значит? Наверное, вы повесились бы в Кремле, если ели такое масло. Продают. Или, говорят, растительно-молочный продукт. Что это такое? Как, может быть, что-то белое сделают, намешали. Или, как у нас было в Ленинграде, человек купил творог, попробовал что-то не то. Пошел, взял сковородку, положил на сковородку, стал нагревать. Вспыхнул творог и загорел. Ну, из чего-то сделано. На стройке много же белого есть, правильно? Мел кушать полезно. Молодой человек, вы кушали мел? Слонам дают в зоопарке. Мел для хара – это же кальций. Что от него будет? Ну, надо когда размешать и растительного масла добавить. Какое? Хорошее такое, чтобы без запаха было. С запахом не надо подсолнечным. Берите без запаха и с этим смелым смешайте и продавайте. Короче говоря, эксплуатировать не может, но не сильно здорово может накормить. Во всяком случае, мелкий буржуа – это трудящийся. Трудящийся? Трудящийся. Или эксплуататор? Не эксплуататор, а трудящийся. Но он трудится с какой целью? Чтобы получить деньги взамен. Деньги. Вот цель его – деньги, стоимость. А если удается больше денег получить, чем больше, тем лучше. А что является идеалом мелкого буржуа? Буржуа. Буржуа. То есть идеалом мелкого хозяйчика является стать крупным хозяйчиком. То есть не хозяйчиком, а крупным хозяевом нанять. Вот мы здесь сидим. Я смотрю, сколько вы молодые, ничем здесь такое не производите. Нанять бы вас всех. И вы бы все вот работали, а я бы вообще лекции не читал. А сидел бы сейчас где-нибудь в теплом берегу какого-нибудь моря. А вы у меня генеральный директор будете раз в неделю мне по электронной почте просилать, не понизилась ли у меня прибыль. Пока она не понизится, у вас будет зарплата. Сколько вам надо зарплату? Два миллиона устроить? Нет. Три? Нет. Пять? Да. Вот пять миллионов. Ну, мне-то все равно. Главное, чтобы вот вы обеспечили. Они пусть работают. Правильно? А вы должны все это организовать. И все. То есть, мелкий хозяйчик, кто хочет стать настоящим хозяином, стать эксплуататором, эксплуатировать как можно больше, как можно больше получать прибавочные стоимости. Это нормально или ненормально, если он работает на рынок? На рынок выходит не для чего. Чтобы больше стоимости получить, а больше стоимости можно получить, если начнешь получать прибавочные стоимости, начнешь эксплуатировать людей. Прикупишь еще средства производства, создашь маленькое предприятие, потом побольше предприятия, потом большой завод. И вот тогда. У нас миллиардеры есть? Есть. Прямо сейчас страдающие вот все страдают. Сейчас Виксельберг несчастный миллиардер. У нас Лисин есть миллиардер тоже несчастный. Катанин несчастный. Дерипаска несчастный. А вы счастливые студенты. Гордиться надо этим. Хорошо. И пусть не говорят, что у вас нет своего дела. У вас свое дело есть. Вы же конфликтологи, правильно? В становлении. А? В становлении. Ну, если в становлении, значит, конфликтологи. Ну, не обязательно уж так подчеркивать, что в становлении. Ну, конечно, в становлении, но в конфликтологе. Ну, если хороший человек в становлении, это же хороший человек, а не негодяй. Поэтому это хорошо же. Так. Что получилось у нас? Что вся система идей, все идеи, которые есть в обществе, оскалывается на две системы противоположных. Есть идеи буржуазные, и есть идеи пролетарские. И Ленин писал вот в работе, что делать так, что есть только пролетарская и буржуазная идеология. Третья идеология не выработала человечество. Третьей нету. А что у мелких буржуан? Ну, раз они трудящиеся, им выгодно то, что нужно. Выгодно всем трудящим, правильно? Вот всем трудящим все выгодно, чтобы цены были ниже. Ну, за исключением от того, что они продаются, конечно, они за то, чтобы цены были ниже. Они же покупают для себя. Для детей, для семьи, там, продукты, там, то и все. А с другой стороны, им выгодно то, что выгодно буржуазии. Поскольку они хотят стать эксплуататорами. Хотя, каковы перспективы для мелкой буржуазии стать эксплуататором? Капитализм ведет к чему? Ведется конкуренция. Если вот мы с вами конкурируем, чем это кончится? Ну, что кто-то проиграет. Кто-то проиграет. Правильно? Тогда вы начнете… Вот вы выиграли, теперь уже со мной вы не конкурируете. Я пошел к вам работать. Вот с ней конкурируете. А это чем кончится? Мои победы, естественно. Ну, естественно. Знаете, вот все, вы уже проиграли. У вас даже лозунг, и вы не сформулировали свою позицию. Вот, прощелкали, можно сказать, все, будет у нее работать тоже. Мы с вами вместе будем с ней бороться. Да, попробуем с ней бороться. Она, знаете, как нас тут закрутит. Она дальше начнет выигрывать. К чему ведет, следовательно, конкуренция? Ведет… К чему? К водородованию с рынком. Монополии. Монополии. Вы уже захватили почти весь рынок. Нам ничего не осталось. И тут счастливый случай. Когда вы захватили рынок, процентов 80 у вас, вы начинаете повышать цены монопольно. Потому что вы определяете теперь цены. Не по спросу предложения, не законно-стоимость, а вот монопольная цена. То есть я смотрю, вижу, затраты снижаются. При капитализме свободной конкуренции можно было бы цены снизить и, соответственно, выигрывать у конкурента. Потому что захватывать рынок путем снижения цены. А сейчас зачем захватывать рынок? Он уже захвачен. Затраты снижаются. Значит, это вот дает доход от снижения затрат. А еще монопольную надбавку сверху повесить. И вот у нас цены постоянно растут. Цены растут у нас от снижения затрат труда или от повышения затрат труда? Что у нас? Какая тенденция? Цены? Затраты труда растут на производство продукции или нет? Производительность труда у нас растет или падает? Растет. А? Растет. Во всем мире она растет и во все времена. Это общий социологический закон. Производительность чего развивается? В чем это выражается? В том, что производительность труда все время растет. Затраты все время падают. А нам все рассказывают. Ой, на это затраты выросли, на это. Ну, конечно, если одни повышают, вторые повышают, третьи повышают. И так все это вот растет в деньгах. Это в деньгах. А затраты труда все ниже и ниже. Поэтому люди, которые торгуют и повышают цены, они выигрывают. А люди, которые идут покупать, они проигрывают. Вот наш дорогой Центробанк закладывает инфляцию сейчас в 4%. Говорит, это нормальная инфляция. Это что значит? Это значит, 2% вашего дохода забирается в течение года. Никакого не спрашивают. У вас маленькая стипендия, не маленькая. 4% у вас надо отнять. Но поскольку это не сразу делается в начале года, а растягивается на год эта инфляция, то такой треугольник получается. Значит, половину. 2% у вас отбирает мадам Набиулина. Сколько у нее, как вы думаете, зарплата в месяц? Недавно рассказывали, как страдает Набиулина. 30 миллионов. А вы тут за своими стипендиями. Да вообще надо все отдать Набиулиной. Вам чего они это? Никто несет. А у него что-то как-то округлится до 50. 10. Так. Ну вот, что мы получили? Мы получили, следовательно, что, поскольку идет борьба классов за свои экономические интересы, эта борьба сопровождается и соответствующим идейным оформлением. Можно сказать, что в идеологии тоже идет непрекращающаяся классовая борьба. А у кого каша такая в голове? Каша в голове у мелких буржуа. Судьба мелких буржуа в связи с конкурентной борьбой такая, что они падают все время на уровень рабочего класса и пополняют ряды рабочего класса. Скажем, из 100 мелких буржуа, ну хорошо, если 1-2 дорастет до буржуа. А все остальные попадут в положение рабочих. Но, если имеет место монопольное повышение цен, то уже и вручную можно что-то сделать и продать. То есть, настолько высокие цены стали, что вот тяп-ляп, если вы будете делать, не на крупном производстве, а вот тяп-ляп, как в Китае делают, какие-то вещи вручную и продают по всему миру. И получают мало эти мелкие буржуаки и тачки. Поэтому развитие монопольной экономики, монопольного хозяйства снова дает возможность существовать мелким буржуа. Они существуют, ну плохо существуют. Поэтому, как только какое-нибудь действие серьезное, они могут выступать союзниками рабочего класса. И задача класса, в которой борется буржуазия и рабочего класса, привлечь на свою сторону мелкую буржуазию. Вот, например, посмотрите, какая была ситуация в семнадцатом году. В семнадцатом году состоялась буржуазная революция. Буржуазная революция что должна была сделать, совершить? Буржуазия должна была отнять землю у помещиков. Правильно? Ну, раз это буржуазная революция, а помещики – это предыдущий класс, так надо балл отобрать у них землю и поделить ее между всеми крестьянами. Если мы все поделим, то это к чему приведет? Ну, одни разбогатеют, другие победнеют и будет быстро развиваться капитализм. Сделала это буржуазия? Нет. А что сделала российская буржуазия? Гнала на фронт, на войну, убивать таких же трудящихся только из других стран. Давайте мы немцев убивать, немцев будут нас убивать. Я вот был в Бельгии на семинаре, с закладом выступал, и нас возили в город Ипр, от города Ипр название газа Иприт. Говорят, что он хорошо пахнет, но не знаю, кто говорит, потому что те, кто понюхали, их нет, этот газ. Как вот такая легенда идет, что он пахнет. Вот там есть кладбище, очень хорошо оформлено, как у них все здорово, так красиво, там ворота, на них все фамилии, 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 фамилии тех, кто погиб в Первую мировую войну. Музей есть очень страшный, там перемешано мясо человеческое, кости, грязь, камни, кошмар, все эти диорамы показаны. И кладбище такое красивое, красивое, зеленое, зеленое, и столбики, 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 каждый столбик – это один погибший солдат. И вот написано, капрал такой-то из Австралии, или лейтенант такой-то из Новой Зеландии. Думаю, что они сюда вот приплыли? Приплыли и превратились в эти столбики, в зелененький губарки, на них столбики беленькие. За чьи интересы они воевали? Ну, не за свои. Чего тут они нашли? То есть буржуазия гнала на убой рабочих, а российская буржуазия гнала на убой. У нас рабочих не так много было, как в других странах, крестьян, прежде всего. Армия была крестьянская, если вы возьмете картинки периода революции, все, крестьянин с винтовкой, да? С винтовкой везде ходит. Поэтому, наверное, легко было с винтовкой собирать съезд народных депутатов, съезд Советов Второй, никто не разгонит. Вот вы можете меня разогнать, если я с винтовкой буду? Это я вас могу разогнать. Так что вооруженный народ был в 17-м году, крестьяне. Но большевики взяли не свою программу, а эсеровскую, и сказали, а мы реализуем, разделим всю землю по едокам, отберем всю землю у помещиков и разделим по едокам. Это чья идея была? Это идея крестьянская была. Это вот мечта была мелкой буржуазии. Большевики ее реализовали. Потом началась гражданская война. Вот если я вас победил, я заинтересован в начале гражданской войны? Нет, зачем мне гражданская война? Я уже все захватил, все сижу. А вот он потерял, он заинтересован в гражданской войне. То есть в гражданской войне были заинтересованы помещики и капиталисты, которые потеряли свои богатства. А крестьянин получил землю. От кого? От большевиков. И он, так сказать, и все равно колебался. Он получил землю. Думаю, ну бог с ними, с большевиками, пусть они и воюют. Помните эту песню есть, как на стройку меня мать? Нет, как? Родная меня мать провожала. Тут и вся моя семья набежала. Ох, куда ты? Принек, ох, куда ты? Не ходил бы ты во нюх. Вы солдаты? В Красной Армии штыки и чай найдутся. Без себя большевики обойдутся. И вот такое настроение было очень сильное. И, так сказать, опасность была, потеря вообще советской власти очень большая. Но идет Деникин. И что делает? Вот он не занимался у нас, Деникин, не знает, что такое экономический интерес. Они знают, что такое. Это не то, что только вот вы не знали. Деникин не знал. Вот он идет. И что делает? Отбирает землю у крестьян. И вешает крестьян, которые начали уже обрабатывать эту землю. И возвращает все помещикам. Ну и какая позиция теперь у крестьян стала? А крестьяне, которые были в Белой Армии, стали плохо воевать. И перебегать в Красную Армию. А те, кто в Красной Армии, стали хорошо воевать. И вот уже почти дошел до Москвы Деникин. И все остановилось. И покатился назад. Почему? Потому что вот мелкобуржуазный класс, который составлял основную массу, Красной Армии. Мелкобуржуази. Рабочие прежде всего. Идро. Но в массе своей. Рабочая крестьянская Красная Армия состояла в очень свете крестьян. Вот эти крестьяне повернули в сторону большевиков. Большевиков они так и не полюбили. А чего и за что их любить? Почему они должны любить? Но они повернули, потому что эта власть им гарантирует землю. А это власть, которая пытается установить в буржуазии. Она у них все это отберет. Уже отбирает. Поэтому народ повернулся. Погнали этого Деникина. И так вот до Союза. И на корабле они уехали в Европу. На этом гражданская война и закончилась. А почему вот война четырнадцати государств не состоялась, не удалась? Четырнадцать государств напало на Советскую Россию с тем, чтобы ее задушить. А рабочие в этих четырнадцати государствах сказали руки прочь от Советской России. Потому что рабочие, конечно, увидели выход из своего положения. Потому что здесь освобождается русский рабочий от эксплуатации. А на нас ермо. И вот те, которые на нас повесили это ермо эксплуататорское, они хотят задушить еще русских рабочих. И настроения революционные начали расширяться во всех европейских странах. Тогда все европейские страны забрали свои войска из России на всякий случай от греха. И осталась только белая армия, которую поддерживали страны Антанды. А как насчет военных? Военные тоже рассуждали, они, конечно, не мелкие буржуа, но им надо где-то работать, а где они могут работать? Царскую армию распустили. Антанта, она поддерживает белогвардейцев, а эти люди, военные прежде всего, высококвалифицированные, они за Россию, они за Антанту. Поэтому мы ведь не хотим служить Антанте. Им предлагают большевики военноспецами в Красную армию. И надо сказать, что самые толковые военные, самые квалифицированные пошли в Красную армию, а менее квалифицированные и менее толковые пошли в Белую армию. В итоге кто выиграл? Красная армия, которая состояла из крестьян, во-первых, рабочих, во-вторых, управляемых комиссарами и бывшими царскими генералами, разгромила Белую армию. В чём тут весь вопрос? В том, какие интересы какая армия защищала? И за какие идеи она сражалась? За что сражалась Красная армия? Скажите, пожалуйста. Это можно слышать и в песне, и так. Вот вроде как и не надо мне её рассказывать. За что? Да я вам напомню. За землю, за волю, за лучшую долю. Всё? Чё тут непонятно? А землю хотят отобрать, без земли нет ни воли, ни какая доля. Никакой доли тогда нет. Они всё время были без доли. А бездольные крестьяне, потому что царь вроде как объявил в 1861 году, что крепостное право уничтожено. Вот представьте себе, вы у меня работаете крепостными. А царь указ издал, что всё, крепостное право уничтожено. Вы у меня уже не крепостные. Тогда я раз и половину земли, которой вы пользовались, вам отдаю половину, чтобы вы там вели своё хозяйство. То есть этой земли вам не хватает для того, чтобы прокормить свою семьи. А это всё моё. Я же барин. Но вам я немножко дал, остальное хотите использовать. Платите деньги. Или работаете у меня, а денег у вас нету. Ну идите у меня работаете, за это будете пользоваться этой землей. Вы коров будете пасти вот на пастбище, на моём. В лес будете ходить мой. Или баршня будет вот моя, вы будете с неё продукты брать и себе вносить. Но для этого надо у меня на баршне работать. И что получилось после 1861 года? Никуда не делалось крепостное право. То есть формально его нету. А по сути крестьяне как работали на помещиках, и так и работают. Поэтому это нужно было смести полностью. Вот с помощью реализации этого крестьянского наказа большевистское правительство полностью убрало вот эту самую эксплуатацию крестьян помещиками. Помещики были ликвидированы как класс. Что значит как класс? Ну нет у них больше земли, поэтому они не помещики. Кто такое феодалы? Феодалы от слова феод. А феод что такое? Это кусок земли. Мера земли. Феод. Ну если нет у меня земли, так я не феодал. Когда говорят как класс, имеется ввиду их не то, что кто-то на них нападает, их выбивает. Нет. Имеется ввиду, что их лишает их экономическая основа. Они уже этому классу не... Пожалуйста, идите работайте. Ходите на завод, ходите на фабрику, хотите работайте на селе. Правильно? Кто-нибудь запрещал бывшим помещикам работать? Да я лучше удавлюсь, чем я на вас буду работать. Но что-то не особенно, не слышно было бы, что вешались помещики. Накопления у них все-таки большие были. Кто-то уехал за границу и так далее. Что из этого всего нам нужно запомнить как следует и знать хорошо. Нам нужно запомнить, что есть в разном области две идеологии, буржуазная и пролетарская. Вот. Ну а какая господствует? У мелкой буржуазии третьей идеологии нету. Это просто каша у нее. И такие идеи. Она и за это, и за то, и за то, чтобы стать настоящим хозяином, и за всех трудящихся, и за то, что улучшает их положение. Поэтому она колеблется всегда. А господствует какая в буржуазном обществе идеология? Буржуазная. Буржуазная. Если класс господствует, то идеология господствует. Причем буржуазия имеет все необходимое для того, чтобы обеспечить это буржуазное господство. Вот уже рабочему классу труднее обеспечить господство своей идеологией, потому что рабочие где они? На заводах, на фабриках. Им приходится всю эту государственную власть осуществлять с помощью именно значенных лиц. Вот вы меня назначите, а я буду совсем другое решать, свои дела делать. Не может быть такое? Вот сейчас мы наблюдаем. Даже вот сейчас разный строй, да? И в государственном аппарате один за другим то одного поймают за взятку, то второго, то третьего, то четвертого. А почему это так? А вот если я… Представьте себе, что я вот принципиальный человек, и меня взяли на государственную службу. Если я принципиальный, у нас принципы какие? А принципы я для вас помогу. Принципы – это основные положения какой-нибудь деятельности. Основные положения. Вот чем я должен руководствоваться своей деятельностью, если я принципиальный человек в современном буржуазном российском обществе? У нас принцип сейчас общественных интересов, приоритеты общественных интересов, или принцип приоритета личных? А? Личных. Личных. Ну вот я, руководствуясь принципом приоритета личных интересов, попал на пост министра. Считайте, что я увлекаю. Поскольку я принципиальный человек, то я должен о чем позаботиться в первую очередь? О себе. Вот, правильно. О чем? Нравится мне такое. Точно и четко все определять. Я о себе должен позаботиться. Не то, что я ничего не делаю, я что-то делаю по работе. Да? Но главное, что я должен делать за время своей работы на посту министра? Ну, обогатиться я должен. Вот сейчас уральские пельмени, шоу, показывает такую сценку, как в тюрьму Куликаеву приходит жена. Говорит, Лешенька, как плохо стало без тебя, как плохо. А он говорит, а как с деньгами? Ой, впритык, впритык. Откроешь гараж, вываливается прямо из гаража. Впритык. Ну, я тебе пирожка напекла. Ничего нету в доме, кроме черной икры. Я тебе из черной икры пирожков напекла. Ну, как ты здесь? А он приезжает на колесе, знаете, на этой каталке. Да в голь, говорит, играем. Потом убирает это, то, что их разделяет. Да ладно, это надо убрать. Она говорит, ну, я тебе что-нибудь принесу, может быть, через загородку брошу. Да чем ты? Заходи у нас все. Ко мне проходи, нет вопросов и так далее. Хорошо. Хорошо. Хорошавин. Губернатор Сахалина. Представляете, целый краж. Огромный Сахалин. Получил взяток миллиард восемьсот миллионов. А вы все, стипендии и стипендии. Деньги все ушли уже. Какая стипендия? Если еще это осталось, это просто героические усилия нашего правительства и президента. Миллиард восемьсот. Вот его в СИЗО посадили. И он требует, чтобы эти деньги сняли арест с части денег. Вот, говорит, у вас по эпизонам, что я вот получил, доказано, шестьсот шестьдесят миллионов. А остальное у вас нет данных, что это взятка. Ну вот шестьсот шестьдесят миллионов забирайте, а миллиард двести не трогайте. Верните, арест снимите, это мои. Вот человек как бы посидит в тюрьме, потом выйдет, а в нем миллиард двести. Ну как бы он на заработках был. Попробуйте, вы найдите такие заработки. Миллиард двести. Вы думаете, мы снимут арест? Да. Мы снимут арест. Не понял. Снимут арест ему с суммы, которую они доказывают? Но он требовал. Нет, требовал. Значит, он написал, не соглашался в суд, он написал в Конституционный суд. У нас есть Конституционный суд, напротив. Дескать, у нас же не принято спрашивать, в современном буражном обществе, не принято спрашивать, откуда деньги. Вот я не спрашиваю вас, откуда вы. Вот как вы, раз вы на такую стипендию живете, значит у вас какие-то другие деньги есть. Потому что на такую стипендию должны были все умереть, а вы приходите и приходите все на занятия. Я все ожидаю, что сейчас никто не придет, все умрут, а они все равно приходят. То ли родители вам помогают, то ли еще что-то. Ну, в общем, да. Но спрашивать я же не могу, у нас не принято. И он, хорошо, он говорит, не спрашивайте. Поэтому вот он потребовал, чтобы Конституционный суд отменил это решение суда. А Конституционный суд письмецо написал, Верховный суд. С рекомендацией прислушаться к аргументам хорошая. Но Конституционный суд тут как-то он такую занял позицию. Если бы он решение принял, то оно обязательное для исполнения. А он решение не принял, он просто письмо рекомендательное написал. Вот я, допустим, вам порекомендую отдать все деньги ему. Вы послушаете меня? Нет. Ну, вот и Верховный суд тоже не послушался и все равно совет не снял. Но такая рекомендация уже была. Хотя и так ясно. Ну, конечно, все случаи вся так не увидишь и не поймаешь. Просто пришли домой и обнаружили там миллион долларов на счетах. Столько-то квартир, столько-то машин. И на всех записано и так далее. Или вот там в случае с полковником Захарченко. Сколько нашли у него квартир в Баловах? Сколько? Не помните? Вот вы со своей стипендией не смотрите вообще за ситуацией экономической. Восемь миллиардов наличными нашли. Квартирки. Начинают их допрашивать, откуда взяли. Понятия не имею. Нашли. Раз мы нашли, это клад. Ну, забирайте. Оставьте нам 25 процентов, а остальное забирайте. Доход государства. Полковник Захарченко говорит, на всякий случай мама и жена уехали в Америку тут же. На всякий случай. Папу тоже посадили за другое. В общем, что-то жизнь не удалась у этого Захарченко. А почему в буржуазии сражается? Это в интересах в буржуазии сражаться с коррупцией? Конечно, если я капиталист, я назначил его, он у меня правительский, а вместо того, чтобы мне деньги пригонять, он себе начал набирать. Так надо его в тюрьму. Или вот Навальный ходит, митинги всякие собирает. Он за дешевые же в судах собрали, а за то, чтобы не брали взяток. Правда, в тюрьму-то сажает начальник Следственного комитета, а вовсе не Навальный, борется-то с коррупцией. Но Навальный как бы борется с коррупцией, разоблачает. Вот если я представляю буржуазию, я заинтересован в чем? Чтобы у нас в правительстве денег много не брали, чтобы деньги мне шли, а не в правительстве. Правильно? То есть олигархам какое нужно – правительство, дешевое или другое? В случае дешевое. А если они все будут набирать, а как же мы? Поэтому Навальный, вот он опирается. Откуда такие деньги, что у него везде штаб? У вас есть штаб по полной городе? Наверное, вы представляете, чтобы получить помещение под штаб? Да еще этих содержать. Деятели, которые бегают, все это организовывают, собирают. Это очень большие деньги. Надо дать денег, пускай он собирает народ. Чтобы у нас было дешевое правительство, дешевое государство, а не дорогое. То есть как бы с разных сторон. И с одной стороны Следственный комитет, с другой стороны все они, представители буржуазии, стараются все-таки как-то удержать людей от того, чтобы они оставались принципиальными на уровне государственного управления. Но мы же разбирались с вами, если я принципиальный и попал бы на председателя комитета или на министра, что я должен делать? Если я принципиальный. Заборчивость о себе. Заборчивость о себе. Заборчивость о себе. Вот. Такая вот тяжелая ситуация. Более того, даже если вы возьмете другую власть, рабочую власть, да? Диктатуру пролетариата. Ну, тех, которые были рабочими, теперь они уже в государственном машине, у них свои интересы есть. Там, правда, написано, приоритеты интересов государства, интересов общества нет. Да? Вот будет общество богатое и все будут богатые. Цель производства при социализме – обеспечение полного благосостояния и свободного всестороннего развития всех членов общества. Ну, а если я сижу чиновник, хоть и в государстве рабочего класса, разве мне не надо подумать о моем собственном положении? Как вы считаете? Ну, тут, конечно, от принципов я уже начинаю отступать, потому что принцип другой проглашен. Но все равно, разве какое-нибудь есть такое государство, чиновники которого были бы лишены таких вот болезней, как карьеризм, бюрократизм, ведомственность, смесьничество. Может такое быть? Какой рецепт предлагается для того, чтобы этого не было? У Ленина был только один рецепт государства революции. То есть надо, чтобы каждый на время становился бюрократом, чтобы никто не мог стать бюрократом. То есть надо всеобщее участие в управлении. Когда все будут участвовать в управлении, то тогда не будет вот того, что вот управленцы как жрецы. Вы этого ничего не понимаете, ничего этого не знаете, и уходите отсюда, и вмешивайтесь. А я все знаю, все понимаю и могу в своих интересах действовать. И тогда весь этот государственный аппарат становится бесконтрольным. Более того, вот система советов, которая была с 17 по 36 год, это органы, которые выбирались через трудовые коллективы. Что позволяло сделать? Позволяло сделать, как только вот кто-то начинает такие тенденции проявлять, карьеризму, бюрократизму, ведомственности, смесьничества. Собираем собрание или конференцию заводскую и отзываем, и все. И вот право отзыва – это главное демократическое право. Если вы не можете меня отозвать, никакой демократии нет. Какая-то демократия. Тем более, что я прошел под списку какой-то партии. Вы всю партию, что ли, вы собираетесь отозвать из-за меня? Это вам не получится. Поэтому совершенно спокойно себя чувствуют и бюрократы, и лихаимцы. И лихаимцы, потому что никакой формы отзыва нет. И вот в 1936 году, как перешли на выборы по территории, и в системе советской власти, или бывшей советской власти, произошло следующее – стали неотзываемы чиновники. А раз они стали неотзываемы – депутаты, то они начали заботиться уже более интенсивно о своих собственных интересах. И эта забота привела, в конце концов, к тому, что многие из них стали капиталистами. Из кого получились вот эти капиталисты нынешние? А вот эта номенклатура, которая и так уже заботилась больше о своих интересах, чем об интересах народа. А народ все меньше и меньше, жизненный уровень повышался. Она получила, собственно говоря, власть. Для этого надо было объявить, что у нас государство теперь общенародное. Хотя, вот, что такое общенародное государство? Мы с вами разбирали. Государство всегда диктатура, класс господствующий. Почему? Потому что класс может всегда провести те законы, которые ему надо. А диктатура – это власть не ограничена никакими законами. Вот и все. А общенародное государство – это прикрытие для того, чтобы уже свои личные какие-то частные интересы осуществлять. Ну вот, если бы вся эта коллективная такая собственность удержалась, был бы госкапитализм. Ну, стараниями Чубайса, Ельцина, Гайдара – все это поделили, выдали ваучеры. Вот давайте я вам выдам ваучер, а зарплату не буду платить. А потом приду с мешком к вашему заводу и скажу, вам деньги нужны? Давайте ваучеры, вам живые деньги. Зарплату вам не платили полтора года. Куда вы денетесь? А у вас дети малые, им я голодные. И раз и собрали эти ваучеры в мешки, и за ваучеры купили «Уралмаш» завод и другие заводы. За ваучеры, за бумажки. И вся на этом операция закончена. Когда начинают делиться, а что вы думаете, вот большевики разве не предупредили крестьян, что вот вы получите, разделим землю, все по едокам, а что дальше будет? А дальше будет, вот у нас родились мальчики в семье, тринадцать человек. В семье это были не как, сейчас один-два, а десять, девенадцать, тринадцать. А у вас девочки одни родились. Выходили замуж. Вашу землю идёт самообрабатывать. А у нас здоровые мужики выросли. Мы можем вашу землю в аренду взять. У нас и три лошади, и четыре коровы, и мельница. Кулаки мы или не кулаки? Это зависит от того, эксплуатируем мы, или за счёт своего труда? Если у нас своих людей сколько много, мы всё это обрабатываем. Поэтому мы никакие не кулаки. Справные крестьяне, середняки. И снова появились середняки, бедняки и кулаки. Кулаки – сельскохозяйственные капиталисты. Это появилось в двадцать восьмом году. И поэтому потребовалась революция уже социалистическая в деревне. А в деревне в семнадцатом году прошла революция какая? Буржуазная. В городе социалистическая, а в деревне – буржуазная. Всё это мы должны с вами понимать и различать. В этом разбираться. Так, ну вот теперь мы знаем с вами, что существует две идеологии. И идеологию надо классифицировать в зависимости от того, какие есть классы в обществе. И точно так же мы с этих же позиций, позиции учёта интереса классов, должны отнестись и к другим институтам, какие есть. Вот существуют всякие нормы общественные, нормы поведения. Вот одна из самых важных норм поведения – это право. Право – это же норма, да, общественная? А кто устанавливает эти нормы – право? Господствующий класс. Господствующий класс. Поэтому что такое право по определению? – Разведённое в закон воли господствующего класса. Господствующего класса. Вот. Учитесь, пожалуйста. Право, если возведённое в закон воли господствующего класса. Но это с правом. Право, так сказать, тут никакого выбора нет. Вот если класс господствует, то и право, соответственно, вырабатывается такое, которое выражает интересы этого класса. Ну вот, например, у нас Конституция есть. Кто-нибудь за неё голосовал, за принятие такой Конституции, которая у нас есть? Как вы считаете? А? Она на голосование ставилась, вот, проект Конституции, это и ставилась на голосование? – Ну, был референдум. – Ну, был референдум? – Типа. – С чего вы взяли? Я вот на эту тему специально такой ролик записал, два больших обмана. По поводу референдума и по поводу всенародного голосования за Конституцию. На программе «Штопор» трипанации. Так и называется это вот. два больших обмана. Значит, к тому времени, в 1993 году, если вы помните, в 1993 году, происходил расстрел парламента из танков у нас. То есть, главный демократический орган какой был, Верховный Союз, он был буржуазный или пролетарский в 1993 году? Он был буржуазный, конечно, до мозга костей. Хоть Булатов был его председателем, все приводизационные законы этот парламент сделал, но тем не менее. Значит, Ельцин придумал такую Конституцию, чтобы Дума была, и чтобы никаких там и слова Совета не было. Вот хотя, как вы знаете, у нас слово Совет присутствует широко в современном буржуазном государстве. Скажите, пожалуйста, у нас Совет Безопасности есть? Есть. Кто председатель? Путин. А Госсовет есть? Есть. А как называются две палаты в федеральном собрании? Федеральное собрание Российской Федерации имеет две палаты. Какие? Государственная Дума и Совет Федерации. Государственная Дума и Совет – это высшая палата? Да. У нас высшая палата Федерального собрания Совет Федерации. Совет. Совет-то не пропал. У нас ученые Советы есть в институте? В университете есть? А потом, вот вы мне можете дать Совет? Я вам могу дать Совет? Так у нас страна Советов. Поэтому, если мы пойдем по линии просто употребления слов, то тут никуда мы с Советами не расстались никак. А вот если мы будем по содержанию брать, так вот, та Конституция, которая сейчас есть, она на голосование вообще не ставилась. Ставился вопрос так, по всенародному голосованию. Принимаете ли вы Конституцию Российской Федерации? Вот только что стреляли из танков по Белому дому. А вы Конституцию принимаете? Не принимаете. Если не принимаете, и по вас стреляем. Все проголосовали. Почти. За что? А как должна была приниматься Конституция? Я думаю, вы сами до этого додумаетесь. Надо иметь проекты. Вот мне так случилось, что я был членом Конституционного совещания. И находился в мраморном дворце в Кремле. И раздавал наш проект Конституции, напечатанный в гадете «Народная правда». Этот проект был сначала Советом Рабочих Ленинграда. Идея его была представлена потом. Судья Солнечногорского района, Слободкин, Московской области, он его оформил. И там выборы предполагались по трудовым коллективам. Вот о чем я вам говорил. Это один проект. Был проект Собчака. Был проект Румянцева, Верховного Совета. Председатель Ельцин. Румянцев всего лишь секретарь. Был вот тот проект, который сейчас является Конституцией. По факту, де-факто. И был проект Жириновского. Жириновский ходил, и поскольку он был там не для того, чтобы выступать по телевизору, а делом занимался, он ходил, серьезно раздавал всем свой проект. Пять проектов было Конституции. И ни один проект на голосование не был поставлен. Сам вопрос к принимателю Конституции, он такой вот. Вопрос, если вы не принимаете, вы идете против основного закона. Поэтому это даже хуже, чем те, которые в Белом доме сидели. Они не выходили против основного закона, а вы против основного закона. И все. То есть ни один человек не голосовал ни за один проект. Тогда надо было бы, значит... Ну понятно, если пять проектов, во-первых, нужно их все обнародовать было. Ну хорошо, мы опубликовали. А бедный Собчак ходил с листочками, этот самый товарищ. ЛДПР весь ходил тоже, раздавал. Меня, правда, тоже, когда первый раз туда зашел, в фойе начал раздавать. Меня сгребли эти все газеты и сказали, здесь мы это не позволим. А я сказал, что вы у нас, это частная собственность, вы это брали, будете в тюрьме сидеть. Тогда мне их отдали. Отдали. Я говорю, я тогда стал просто мимо этого всего фойе проносить, в портфельщики туда, в зал. А в зале уже нет никаких охранников. Там только члены Конституционного совещания. И там спокойно раздавал, все взяли, кроме Собчака. Он кричал, я не буду это брать. Тогда все стали кричать, дайте мне, дайте мне, и кроме Собчака, и все это брали. Ну вот хорошо, мы подраздавали, а надо было бы напечатать эти все проекты. Потом, в Конституции считается не любой проект, а проект, за который проголосовало более половины граждан, имеющих право голоса в Российской Федерации. Это вот, поэтому и не было референдума. Почему? Потому что, а для народного голосования нет никаких ограничений такого рода. Дальше. Вот проголосовали, получилось бы, что ни за один нет больше половины. Надо что тогда сделать? Вот взять, поставить на голосование тот во втором туре, за которого проголосовало больше всех. Правильно? Вот если он наберет больше половины голосов, тогда он может считаться Конституцией. А не было второго тура, и первого не было. Вообще ни за один проект, ни за один проект вообще не голосовали. Вас это удивляет? Нет. А перед этим что было? Вот когда Советский Союз разрушили? По какому году? 19 июня. Да. Почему это 19 июня? Почему это 19 июня? Вот у нас 12 июня, что за праздник? День России. А что произошло-то? 12 июня. Это праздник или траурный, траурный день? Если не в России, то траурный день. Ну, скорее траурный день. Почему? Потому что в этот день съезд народных депутатов России проголосовал за что? Что на территории России имеют верховенство законы России. Над чем они имеют верховенство? Над законами Советского Союза. Значит, Советского Союза уже нет. С 12 июня какого года? 90-го. Союз Нерушимой Республик Свободных платила на веки Великая Русь. Великая Русь проголосовала 12 июня за независимость от Туркмении, Узбекистана и других республик, поставляющих сейчас гастарбайтеров в Россию. И за независимость от Латвии, которая уже 600 тысяч уехала в горшки мытья в Европу. Оттуда молодых людей. А всего-то там полтора миллиона. Скоро там будут одни русские останутся и, наверное, будут проситься в Россию. Латыши выезжают на Запад. Мало того, в июле 90-го года, в июле, аналогичные съезды прошли в Белоруссии и на Украине. Вот сейчас говорят, вот там сепаратисты, украинцы и так далее. Началось-то не с украинцев, а с России. А в июле у Украины и Белоруссии аналогичное решение. И уже в июле, ну тут уж никак нельзя сохранить, значит, на территории России, Украины и Белоруссии, начиная с июля месяца, законы союзные не действуют. И что делать другим? А вот, например, министр Молдавии. Ну что делать? Идти кушать виноград и пить молдавское вино. Больше еще делать нечего. И поэтому тут, то он был День независимости России. Сейчас он как-то, так называется, что-то? День России просто. Просто День России. То есть, Россия, которая выше Советского Союза. То есть, День разрушения Советского Союза. Вот что это такое. Ну, интересно, что, так сказать, по-разному память об этом сохраняется на Советском Союзе. Например, в Москве построили, отремонтировали здание, помещение метрополитационной станции Курская. Там, где Курский вокзал и метро Курская. Вот, значит, по периметру, наверху, вот такими буквами написано. «Сквозь годы сияло нам солнце свободы, и Ленин великий нам путь озарил, нас выросил Сталин, на верность народу, на труд и на подвиги нас обыкновил». Вот я наблюдал, приехали люди из деревни или из другого, какого-то малого города, второго, мужики смотрят, дивятся. Ну, надо же такое. А партия «Яблоко» и «Явлинский» тут же сделали, это было уже лет, наверное, десять назад давно. «Явлинский», значит, заявили, что это безобразие, как это так, такое. «Яблоко» выступает по радио «Архитектор Москвы» и говорит, вы же сами выступали за верность исторической правде. Мы устанавливали это здание в соответствии с тем, какое оно было построено. Тут еще памятник Сталину стоял, надо еще Сталину памятник поставить, и тогда партия «Яблоко» замолчала. Вот так это интересно получилось. Ну, это что такое? Это идеологическое некоторое выражение, воплощение историческое того, что происходило. Ну, и получается, что те, кто уникшорили Советский Союз, стараются это сейчас замаскировать, как бы они тут ни при чем. Ну, а кто это продвигал? Ельцин продвигал. За это ему что? Ельцин-центр. За 2 миллиарда построили. И чего? Ну, сейчас вот это вроде как отмечают, а потом будет дом позора через некоторое время. Он уже в это превращается. Хотя вот мы в своей газете «Народная правда» мы Ельцина защищали. Потому что у нас один был такой открытый судебный процесс в газете, что вот один обвинитель выступает, Фетисов выступал, Ленинградец, что вот надо этого самого Ельцина за его деяние, за разрушение Советского Союза повесить. Или расстрелять. За измену Родины. Ну, вы знаете, что у нас на всех военных заводах сидели американские советники в самых секретных местах. О чем недавно товарищ Путин, выступая в Китае, в Самене, сказал и рассказал. Вот. А у нас мы, как всякие судебные процессы требуют защитника, так нельзя же, кто-то будет вас обвинять, а кто-то должен вас защищать же, правильно? Вот защитник у нас был, Куняев. Он защитник писал так. Надо, наоборот, хвалить надо Ельцина за то, что он сделал. Во-первых, он решил проблему пенсионной. Вот сейчас она все волнуется, как бы выход на пенсию позже сделать. Гудригин это предлагает, другие. В общем, вся наша экономика, ее совершенно не уперлась в одно – пенсионеров. Только пенсионеры – тормоз всей экономики. Ваши родители, вот они и есть тормоз. Вот если им выход на пенсию удлинить, а Ельцин давно эту проблему решил, значит, средний возраст мужчин, максимальный возраст жизни, сократился до 59-ти, а мужчины выходили на пенсию с 60-ти. Значит, вся мужская пенсия уже в доход государства. То есть, как бы платят, 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 а никто не идет. Вот женщины только, они все срывали это вообще дело, потому что они, наверное, с колясками ходят, по улицам гуляют с детьми. Вот, когда мучаются мужчины на диванах, смотрят телевизор, а женщины бегают, и в итоге они живут и живут. Поэтому их пенсию не удалось вот так забрать. Но мужскую пенсию вот Ельцин уже решил. Это первая задача, которую он решил. Вторую задачу – экологическая. Сколько было экологических движений? Что нужно, чтобы хорошая была экология? По заводу половину закрыть. Закрыл Ельцин половину завода? Закрыл. Меньше выклоп, свежая вода, чистый воздух – красота. Это потом Путин опять же поставил задачу удвоения ВВП. Что было удвоение ВВП? Это возвращение на тот уровень, который был в 90-м году. И третья задача, которую Ельцин решил. Вот коммунисты, они никак вот строили, строили эти самые дома и бесплатно потом раздавали эти квартиры в зависимости от того, какая у кого семья. Если у вас 10 человек, а у меня один человек, значит, вам в 10 раз больше. А я такой важный, а мне дают мало, а вам дают много. Не нравится мне это. Никто меня не спрашивал, в общем, вот так раздавали. А при Ельцине Ельцин эту проблему решил, прекратили это строительство. А зачем строить? Вот смотрите, вымирало, население стало вымирать. Ровно с 90-х годов смертность превысила рождаемость. Она и сейчас превышает, немножко, сейчас немножко. А тогда очень тихо. И вот смотрите, если людей всё меньше и меньше, а жильё, если не строить, если разделить площадь, которая есть, на меньшее количество людей, что получится на одного человека? Что? Рост жилой площади. Правильно? Я правильно считаю? Одно и то же количество площади разделить на меньшее количество населения. Больше же на одного человека приходится. Ну. А эти дураки, так сказать, коммунисты, они строили эти дома, строят и строят. Красота. И такого человека хотят приговорить к смертной коте. Ну, не удалось его приговорить. Он сам, видимо, от пьянства своего и умер. У нас такая карикатура была, как он лежит на кровати в больнице и так тут штурвал его, значит, управляют. Вот такая картина. Так, значит, я так понял, что вы хорошо знаете, что право носит классовый характер, а есть другие ещё общественные нормы. Сейчас мы на этих общественных нормах остановимся. Вот, слышали, что есть нравственные нормы? Нравственные нормы, а что означают? Можно наказывать за невыполнение и несоблюдение нравственных норм? А? Нет. Можно? Нет. тоже не согласовывая, а нет. Да как-то общество реагирует на это? Ну, осуждающий… Если не нужно… Вот я сейчас приду, напьюсь и приду лекцию считать. Но это уже административное будет наказание… А? Это же будет административное наказание. Да, то есть Вы осуждiler. То есть осуждение какое-то, будет общественное осуждение. Нет, это не общественное осуждение. А? Это же административка, разве нет? Ну да, это административка. Ну, ладно, я не приду, а просто я вот приду без пиджака, и без Галцука. Нет такого закона, чтобы я в Галцук не приходил? Нету. Некоторые даже так вот почитают. Ну, у кого есть закон, как к нам приходить? Нету. У меня тоже майка есть. Пойду в майки. Может быть, устав какой-то? А? За что? За майку? Да вы что? Нет у нас какого-то дресс-кода. Вообще иностранный язык. Я не изучаю, но я по-русски говорю. Код, да еще дресс. Я, конечно, могу перевести. Дресс – это одежда. Но это... Где вы видели такой закон? Покажите норма. Пишите на меня. Пишите заявление в какой суд? Вы придете к милиционеру, он скажет. Дама, у меня тут два трупа. А вы пришли с такой чушью. Идите отсюда. То есть, нормы нравственные, они соблюдаются или выполняются за счет того, что общество как-то реагирует. А нормы носят классовый характер или нет? Нравственные и моральные. Вот как вот? Ну, каждая общественная группа может сформировать свои... Формировать. Чего их формировать? Уже все сформировано. Если я вот представитель капиталистического класса, как вот чужим трудом жить? Хорошо или плохо? Хорошо это? Хорошо. Значит, наша норма должна такая. Значит, если у меня много денег, а у вас мало, вы неуспешные. Вот и все дело в этом. Поэтому меня надо хвалить, а вас ругать. Голодьба вы. А я успешный и богатый. Так. А у вас своя норма есть. А вы, скажем, говорите так, кто живет чужим трудом, тот эксплуататор. Осуждаем. Осуждаете? Осуждаете. Вы можете меня наказать за то, что я вас эксплуатирую сейчас в буржуазном обществе? Нет. Осуждать сколько хотите. Осуждайте. Только вас никто не услышит. А у меня газет много и радио, и телевидение. Вот записывать все, что я говорю, будет написано, а все, что вы говорите, вычеркните, пожалуйста, что она будет говорить. И все. Не все же идет в прямом эфире. Вы можете говорить все, что угодно. А останется то, что я сказал. Так делается или не так? Да, при монтаже. Ну вот. При монтаже. Вы пропали при монтаже. Вот так. Поэтому нравственность, она, конечно, имеет тоже классовый характер. Например, Маркс и Энгельс говорили, Энгельс особенно на эту тему говорил, что вот, говорит, только рабочий класс сохраняет такое чувство, как любовь. А вы посмотрите, сейчас пройдите по городу, где написано, Надя, Эра, Люба. Отдых дорого. Это что? Какой отдых имеется в виду? Ну, если сейчас общество какое? Все продается же и покупается. Значит, и нормы, соответственно, моральные. Кто хочет, тот себя и продает. Тем более, безработица. Сколько безработица? 4%. Вот, скажем, вы начнете говорить, что это аморально. Да, это аморально. А вы работу можете предлагать человеку? Я, например, не могу никого устроить на работу. Скажут, вам хорошо, вы профессором работаете, вам хорошо выступать. А где гарантия, что люди будут устроиться? Если 4%. А как вы думаете, почему 4% безработицы не уменьшается? Как вы думаете, бургардия, она не в состоянии посчитать, сколько рабочих мест, сколько людей, да? Все такое темное, бургардия у нас. Или можно посчитать, сколько надо рабочих мест, чтобы занять всех людей? Можно, да? Можно, посчитали. А зачем? Вот вы будете выступать, выйдете в вас безработные, а она остается. Она будет выступать, ее безработные, вы остаетесь. Вы против меня будете выступать, вы безработные, а вы остаетесь. Вот она тихо сидит, молчит, она остается. А вы все выступали, систему придумали, взглядов там, то и все. Долой. Поэтому нравственность тоже носит и мораль носит классовый характер. Две нравственности, а право-то одно. А вот дубинки только в руках государства. Правильно? Регулятор демократии. Носилие. Только у одного класса, у правящего. А мораль можете осуждать, сколько хотите. Вы осуждаете. Вы осуждаете, а я буду эксплуатировать. Вас не буду эксплуатировать. Вы у меня генеральный директор, вы будете эксплуатировать. С моей помощью. А я с вашей. А ей мы дадим какое-то количество денег. Пусть она рассказывает, какие мы хорошие капиталисты. и генеральный директор. А вы напишите статью. Мы дадим вам супер гонорар. Эту статью. А вы все должны нас хвалить по знакомству. Кто не будет хвалить, мы будем искать, как на вас наехать. У нас есть во всех структурах свои люди. Вот так выглядит. Я вам рассказываю про демократию. Бурат, как вы себе представляли демократию. Это все демократия. Так. Значит, в следующий раз у нас остаются темы нераскрытые, такие как культура, нация и цивилизация. Вот мы в следующий раз все эти вещи и рассмотрим. Культура, нация и цивилизация. Целый, конечно, у нас букет, при готов. И тогда у вас прямая дорога куда? На экзамен. Нет, на консультацию. А консультацию надо придумать вопросы. Это и последний случай перед экзаменом, когда вы меня допрашиваете. А потом будет допрашивать, я вас буду уже на экзамене. Это же великолепно. Вот. Так что вы готовьте вопросы, ко мне. А я вот как бы вы все экламинаторы, а я буду отвечать. То есть мы вопросы, которые будут на экзамене, получим вот только на консультации? Вы вопросы уже получили, которые будут на экзамене. Вы получите, вы выбираете два любимых вопроса и отвечаете. Только не думайте, что я такой добрый, потому что если вы на эти два любимых плохо отвечаете, то остальные вообще не знаете. То есть это такой хитрый такой ход, что вот если вы плохо отвечаете на эти выбранные своих любимых, других даже не спрашивать не надо, все уже. Поэтому уж вы готовьтесь. Все знают, что надо писать, что надпись наверху, а подпись внизу. А то я обнаружу, что не знаю. Над – это над, это высшее, а под – это под. А если у вас на листочке подписи не будет – это анонимка. Анонимки не рассматриваются. Вы выбираете два вопроса и пишите два ответа в объеме одна страница, не более. Можете больше немножко, но не сильно. А я посмотрю на них, и как человек, кто немножко разбирающийся, сразу увижу, вы разбираетесь или нет, и задам дополнительные вопросы. А дополнительные вопросы по вопросам? Дополнительные вопросы по всему курсу могут быть. У меня сомнения, что вы вот разобрали. Вот она вот выступала сегодня, я уже заметил, что она знает. А насчет пасовича у меня сомнения. Ей вопросы я не буду задавать, а вам задам. Ну, а как вы думаете, мы же с вами долго тут занимаемся? Извините, а вопросы по экзаменам, они в программе учебной? Да. Там сто штук. Выбирай любой. Два надо выбрать. Красота. Так. Успеха вам. Спасибо. Спасибо. Ты еще рада. Спасибо. 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 Спасибо.